привет всем я в рино штат невада проверяем микрофончик это второй день я сейчас пытаюсь найти автомобильный музей это один из самых лучших музеев мира входит в десятку лучших мой муж сейчас на работе мы сюда приехали в командировку вернее муж меня взял с собой у него кубок америки по батуту первая работа и основная моего мужа тренерская он учит детей я пыталась ему пробраться на соревнования но он говорит что нужно купить билет даже родители покупают билет сказал что пообщаться не смогу и поэтому я пользуюсь моментом чтобы что-то посмотреть вчера мы ходили по городу по вечернему городу я выставлю картинку муж вообще против чтобы я ходила одна говорит я не знаю какая там криминальная обстановка в этом городе вот но я все-таки решилась он настаивал что вызвать такси до музея бежать минут 15 поэтому не буду прерваться чтобы не пропустить поворот на свою улицу ну и вот насчет криминальной обстановки шли бомжи оглядывались на меня показываю год я бегу не центральной улицей а какая-то боковая улица там дау 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 вот видно зено криминальная обстановка здесь по видимо не очень потому что рино называют город грехов что еще среди достопримечательностей города поблизости горные курорты они работают и летом также горные лыжные курорты сюда опять же в эту пору съезжается много туристов на летних курортах работают аттракционы стоимость чтобы их поступить посетить есть специальные парки стигает 150 долларов за день так я включила мне перевернула камеру посмотрела навигатор и иду дальше и так город грехов и самый большой маленький город америки либо еще одно название маленький лас-вегас здесь очень развит и горный бизнес сам город был основан в 1830 либо 33 году история началась с того что один предприниматель решил построить морст чтобы люди могли перебираться с одного штата другой за этот переход он брал деньги потом в этом месте нашли золото в неваду стали приезжать золотоискатели потом здесь нашли горную руду и штат стал развиваться с помощью рудопромышленного производства в 1930 году когда америка чувствовала кризис по всей стране в рито разрешили игорный бизнес с тех пор этот город стал столицей игорного бизнеса но когда лас-вегас получил первенство этой области рина постепенно утратила немного свои позиции но все равно здесь очень много туристов желающих поиграть испытать свою судьбу пятница суббота воскресенье отели все заняты стоимость проживания удваивается и это остается одной из основных частей дохода города и пожалуй штата климат здесь полупустынный поэтому очень жарко город построен на тектоническом разломе двух плит тысячу в две тысячи восьмом году здесь были небывалые землетрясения то есть серия землетрясений которые продолжали два месяца шкала достигала пяти баллов я надеюсь что нас пронесет потому что мы живем на десятом этаже многоэтажного отеля отель был построен сто лет назад 26 этажей так ну что еще можно найти в окрестностях рина и самом городе на расстоянии 80 километров находится знаменитое озеро таху надеюсь мы его посетим с чистейшей водой вообще рино и окрестности это конечно сплошной курорт вот люди ходят здесь в основном полуполы и никто ничему не удивляется можно увидеть женщину я видела в вечернем платье это было такое жесткое мини блестящее она шла утром видимо возвращалась откуда-то с веселья с вечеринки возможно с ночного клуба играла в казино но поэтому форма одежды свободная так надеюсь я дойду спокойно как-то мне не нравится вон еще один идет странный тип тип 5 также в окрестностях рина находится в самый большой США. Публичный дом. Он законно зарегистрирован. То есть люди платят налоги. Называется он Техас. Как-то так. Мы с вами сняли заведение для ковбоев. Не только. Еще здесь есть музей современного искусства. И вот это автомобильный музей. Куда я хочу попасть. Здесь есть также один из самых больших университетов. В Рино живет 233 тысячи населения. В основном это белые 70%. Остальные это мексиканцы, афроамериканцы, ну и другие. Поскольку Рино называют еще городом разврата, то здесь также... Сюда также приезжали люди, которые хотели оформить очень быстрый развод. Традиция развлекаться здесь остается. Это речушка. Боже, куда я иду. Вон там видно горы. Потом я лучше их покажу со своего 10 этажа. Вот, кстати, визит к Рино. The biggest little city in the world. Самый большой маленький город в мире. Так, нашла. Пробежала немножко туда. Пришлось спрашивать. Вот он здесь. Вот я уже в музее. Не знаю, или нужно здесь бурет покупать. О, какие боеголовки. Страшно смотреть. А идея здесь должна быть быть машиной. Картина. О. Так, еще один зал доходит. Кабриолет какой-то старинный. По шарпу. Ну вот. Телега. Ретро-музыка играет. Слышь. Ха-ха. Прокачил. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Как игрушки стоят. Амузун какой. Ой, какая прелесть. Хоть бери, делай фото. Бесконечные. Ляк. Чё, кабриолет мне бы такой. Ветер волосы развивает. Класс. Это машина 903 года. Ну, мы не специалисты. Нам важно получить впечатление. Впечатление. Двенадцать долларов, я скажу, это недорого. Потому что все это нужно поддерживать в нормальном состоянии. Платить зарплату людям. Заменду вручения. Все это должно быть реставрировано. И это будет... Вид замечательный. Какая краса. Это Нью-Йорк. Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с тысячами с нового года. Надо сейчас посмотреть. Это, видимо, для богатых уже. Кто из нас не любит автомобили, а? Есть такие люди? Мобильный ряд. Это уже какой-то микробус. Люди вообще мало в музее, что меня очень радует. А, водитель. Сейчас водители в Украине, да и в России, пожалуй, выглядят иначе. Не такие джентльмены. Во, какой с хоботом. Сколько посадочных мест здесь? Наверное, шестнадцать. Какой-то год. А, вот какая лялька. Здесь сувенир, наверное. Ага, это украшение там Т-шних барышень. Наряды. Старинные наряды. Повседневные. Вот здесь уже платье. С опушкой внизу. С вышивкой. Вот дамочки ездили на таких машинках. Так, это зал номер два. 1930-й год был написан. Ой, правда, этот музей стоит того, чтобы его посетить. Украшение с окружающим рождением. Послушаем. Кстати, здесь где-то есть автомобиль, на котором ездил Фрэнк Синатра. Ну вот, это Кадиллак. Очевидно, вот этот черный. Я в магазине. Я в машинах ни черта не понимаю. А вот гангстеры, на чем ездили. Вот такие были телевизоры. Так, а это было такое такси. 1936 год. Такси Кэп. И вот этот таксист симпатичный. Так, 49-й. Пошел. Вот, а здесь идет демонстрация фильма того времени. Это кинозал. Пошел. КОНЕЦ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok здесь есть отель можно поселиться и немного пожить среди этой красы пальмочки вот еще нет сняла какой-то салон салон одежды дамочка имитация того времени фрак и выход зал марки автомобилей модели автомобилей видимо в том числе и фашистка модель ну что ж эту историю не убежишь это сувенирная лапка я взяла себе за правило оставлять покупать что-нибудь на память мужу я подарю такую вот футболку на себе купила где на тенок 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 ну все я уже вышла из музея сейчас дай бог домой добежать вон надо мной какая туча я вообще не знаю какие здесь бывают дожди муж уже звонил весь переживает все пока пока подписывайтесь на канал что меня поражает в америке разнообразие архитектуры в том числе каждое здание просто неповторно здесь мне кажется вообще нет каких-то общих правил по строительству кроме вашингтона ну вот передо мной здание кроме вашингтона потому что там запрещено строить высокоэтажные дома дома которые будут превышать капитолий здесь воздух конечно жаркий но сухой не такой какой в мэриленде потому что в мэриленде очень большая влажность и переносится тяжелее я бы сказала здание это по поводу архитектуры разворачиваемся ну а а вот а вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот любят американцы всякие странности, экзотические. Это вообще скелет, если кто не понял. Все, гроза миновала, можно дальше снимать. Чем-то напоминает пятая оленю в Нью-Йорке. Вот это вот, ой, как красиво. Вот, нормация, просто снимаю и снимаю. Как красиво. Вон, солнце между туч. Это очередной бомжик на пони этой красоты. И вот мой отель. Сиркус-сиркус. Лимузинчик такой, ничего себе. Длинненький. Автомобильный парк. Все съезжаются поиграть.